Приобретение недвижимости в наше время задача архисложная. К сожалению, канули в лету те времена, когда жилье выдавали бесплатно и повсеместно. Сейчас приобретение квартиры это удовольствие не из дешевых, а зачастую рисковых. Посему хочется железобетонных гарантий. Без ведущего консультанта в этом вопросе не обойтись. Как же выбрать жилье и не ошибиться? Я с удовольствием представляю мою собеседницу, руководитель объединенной юридической службы группы компаний «Садовое кольцо» Корнаух Ирина Геннадьевна. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. А вначале небольшая справка. История возникновения долевого строительства берет свое начало в Аргентине. В конце 80-х годов в этой стране был экономический кризис. Гиперинфляция привела к тому, что большая часть населения проживала за чертой бедности. Аргентинские банки отказывались выдавать долгосрочные кредиты. И чтобы спасти положение, президент Аргентины в 1985 году запустил программу под названием «Строительство по справедливости». Специально созданное акционерное общество принимало взносы населения, которые шли на поддержку строительства жилья компании-застройщика. Вскоре положительный опыт долевого строительства в Аргентине переняли и другие страны. В Чили, например, дольщики успешно вкладывали средства в строительство так называемых «доходных домов» для получения прибыли. А вот в Сальвадоре на этой схеме обогатились сотни мошенников, которые провернули финансовые махинации по схеме долевого строительства и оставили многочисленные семьи без денег и без крыши над головой. Чуть позже новый качественный этап этой схемы строительства жилья начинается в Великобритании, распространяется в Египте, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах. Компании уже не стали создавать специальных акционерных обществ или кооперативов, продавали не акции доли или паи, а сразу же квадратные метры конкретного будущего жилья. Это было гарантией окупаемости еще не начатого строительства. Схема оказалась действенной, что подтверждается опытом ныне существующих компаний, чья специализация – долевое строительство. На сегодняшний день оно получило широкое распространение и в России. Ирина, как схема долевого строительства работает на наших просторах? Схема долевого строительства в сегодняшней России устроена следующим образом. Что такое долевое строительство? Это когда люди собираются все вместе, приносят все свои деньги одному застройщику, выбирая каждой себе квартиру, в которой он потом будет жить. И этот застройщик обеспечивает строительство дома. С самого начала застройщик подбирает земельный участок, застройщик организует проектные работы, застройщик обеспечивает строительство. Для того, чтобы каждый гражданин, отдавший свои деньги, спал спокойно, в 2004 году был принят закон об участии в долевом строительстве, который защищает людей от того, чтобы их деньги были использованы не по назначению. Самое главное, что предусмотрено на сегодняшний день, это государственная регистрация каждого договора, который подписывается между участником долевого строительства, гражданином, который приобретает себе квартиру, которой еще нет в тот момент, когда он за нее уже платит. И, конечно, для того, чтобы он мог спать спокойно, он должен иметь какие-то гарантии. Гарантии весомые. Весомыми для наших людей по сей день остаются только те гарантии, которые им дает государство. В данном случае тот договор, который человек подписывает с застройщиком, сдается на регистрацию в Управлении Федеральной государственной регистрации, кадастры и картографии. И только после того, как отметка государственной регистрации ставится на договор, человек становится полноправным участником долевого строительства, и только после этого застройщик имеет право получить от него деньги. У всех на слуху словосочетание «обманутый дольщик». Сегодня урегулированы отношения между застройщиками и приобретателями жилья? – Обманутые дольщики – это в неком роде наследие, доставшееся нам от 12-13 года, когда закон не был столь совершенен, как он совершенен сегодня. На сегодняшний день законом предусмотрены основные существенные условия в договоре, которые застройщик не вправе нарушать и не вправе менять по своему внутреннему желанию. Прежде всего, срок передачи каждой квартиры в одном доме должен быть одинаковым для всех. И только в этом случае договоры принимаются на государственную регистрацию. Жестко контролируются расходы застройщика. Денежные средства, которые он получает от граждан, не вправе расходовать на что-либо иное, кроме строительства этого дома. Ежеквартально застройщик обязательно сдает отчеты. В нашем случае, если мы говорим о Московской области, в Министерство строительного комплекса Московской области, где указано абсолютно каждый договор, который был заключен и зарегистрирован, каждый рубль, который поступил от участника долевого строительства и куда каждый рубль был потрачен. На сегодняшний день практически не существует возможности обмана участников долевого строительства. Безусловно, мы с вами сегодня должны говорить о том, что в условиях кризиса существуют риски, связанные с тем, что квартиры, которые застройщик строит, не будут продаваться. И в этом случае существует риск, что застройщик недособирает необходимое количество денег, чтобы достроить в принципе объект. Но на сегодняшний день уже внесено в Государственную Думу предложение о внесении принципиальных изменений в договор 214 ФСЗ. Эта цифра хорошо знакома всем, кто хотя бы задумался о покупке квартиры как участник долевого строительства. И вот, собственно говоря, главный краеугольный камень тех изменений, которые предполагаются, это существенное повышение требований к фигуре застройщика. Предполагается ввести очень высокие требования к размеру собственного капитала застройщика. Как его выбрать? Ведь застройщиков очень много. Ярмарка недвижимости огромна. Какие-то документы запросить у застройщика до подписания договора? Безусловно. Прежде всего, человек, который заинтересовался покупкой квартиры в строящемся доме, он подбирает себе, условно, район, где он хотел бы купить квартиру, и узнает, какие застройщики там работают. Закон требует от застройщика размещения проектной декларации сегодня на своем официальном сайте. И в этой проектной декларации должно быть указано практически все о том проекте, который застройщик реализует. Должно быть описано, сколько квартир в строящемся доме, что это за квартиры, где строится объект. Описано очень подробно права застройщика на землю, потому что это принципиально важно только в том случае, если у застройщика есть в собственности земельный участок или договор оленде на соответствующий срок. Только в этом случае застройщик может получить разрешение на строительство. Данные разрешения на строительство обязательно приведены в проектной декларации. Предполагаемый срок завершения строительства, предполагаемый срок передачи объектов для строительства гражданам. Убыток у него или прибыль за три месяца, шесть, девять и так далее. Ежеквартально таково обязательство застройщика по закону. И обязательно указывает размер дебиторской и кредиторской задолженности на дату публикации проектной декларации. Очень высокая ответственность за невнесение сведений, касающихся изменений в проектную декларацию, за недостоверные сведения. Штрафы очень высокие, поэтому все застройщики очень тщательно указывают всю необходимую информацию в проектной декларации. Дальше, когда человек уже практически выбрал, скажем так, себе застройщика, ну а точнее он выбрал дом, да, где он хотел бы купить квартиру, ознакомился с данными о проекте строительства, он должен прийти к застройщику и попросить у него данные о нем, собственно говоря. Документы на землю должен застройщик показать, дать возможность ознакомиться. Документы, касающиеся, скажем так, фигуры застройщика, да, данные о его регистрации, данные о его балансе, аудиторское заключение за предыдущий год предпринимательской деятельности. Это все то, что поможет человеку понять, насколько застройщику можно доверять. Кроме того, на сегодня застройщик обязан застраховать свою ответственность за передачу квартир в срок, указанный в договоре. Это тоже очень важно. По тому, в какой страховой компании это застраховано, тоже можно сделать определенные выводы. То, что касается непосредственно личности застройщика, все документы содержатся только у застройщика. И в данном случае подтверждением того, что с ним все в порядке, является как раз ежеквартальная отчетность, сдаваемая в полномоченный орган субъекта. В нашем случае в Московской области это Министерство строительного комплекса Московской области. Если квартал закончился и застройщик такую отчетность не сдал, он дальше не сможет на этом рынке работать, потому что ему будет выдано предписание вплоть до приостановления его деятельности. Выбрать застройщика на самом деле тяжело, потому что нам известны случаи, когда компании с историей, компании, построившие просто мини-города, в раз... К сожалению, с устойчивость опять у всех на слово. Да, а есть компании с негромкими названиями, построили дом, продали, построили, продали, и вот как бы... Ну хорошо, определились с застройщиком, выбрали его, посмотрели все документы, подписываем договор. На что нужно обратить внимание в договоре? Потому что, скажу по себе, я его вот так вот пробегаю, ну на какие-то вот, может быть, детали, обращаю внимание и подписываю. Это неправильно понимаю. Вот на что нужно обратить внимание, подписывая договор с застройщиком? В договоре нужно, во-первых, очень внимательно посмотреть определение предмета договора, да, собственно говоря, что вы покупаете, квартиру, на каком она этаже, в какой она секции, какая у нее площадь. К договору обязательно должен прилагаться план, экспликация этажа, на котором указана та квартира, которую вы приобретаете. Все нужно очень внимательно проверить, что это именно то, что вы выбрали. Как правило, люди приходят на объект, хотят сориентироваться, куда у них будут выходить окна. Все то, что потом в будущем будет отражаться на их жизни. А есть ли рядом большое шоссе, а есть ли рядом котельная, а есть ли рядом детский сад и так далее. После того, как вы проверили, что вы покупаете, вы внимательно читаете цену, смотрите, за сколько вам эту квартиру продают. Потому что в процессе переговоров возможны разные варианты, и важно убедиться, что в договор попала именно та сумма, о которой вы договорились. Далее важнейшее, безусловно, для участника долевого строительства – это срок передачи объекта. Это тот день, когда застройщик обязан будет вручить вам передаточный акт и ключи от вашей новенькой квартиры. Соответственно, если этот срок слишком далек от сегодняшнего дня, то… Вот как раз хотела сказать, что у нас сроки строительства, как правило, задерживаются. Ну, может быть, издается что-то вовремя, но не повсеместно. В этом случае выплачивается неустойка дольщику, предоставляется временное жилье, ну, как фантазия. Или просто ничего, просят подождать, и что дольщик? Ну, вы знаете, наверное, в этом случае и одно, и другое, и третье, да, то, о чем вы говорите. Безусловно, закон предусматривает обязанность застройщика выплатить неустойку в случае, если срок сдачи объекта задерживается. По закону неустойка, на которую может претендовать гражданин, физическое лицо составляет 1,150 ставки рефинансирования за каждый день просрочки. Это достаточно серьезная сумма. Далее. Безусловно, человек, который не дождался в срок получения своей квартиры, он вправе обратиться не только за требованием по неустойке и просить возместить ему понесенные им убытки. Ну, вот, в частности, как вы говорите, за его затраты на жилье, на его аренду, вот, сверх того времени, на которое он рассчитывал, заключая договор участия в долевом строительстве. Ну, и, конечно, застройщик будет просить вас подождать, да, потому что, ну, в настоящее время задержки, как правило, незначительные, да, но все-таки они происходят. И в этом случае, если гражданин проявляет понимание, это дает застройщику больше шансов все-таки сконцентрировать свои ресурсы и завершить строительство, нежели он начинает вступать в судебные разбирательства со своими дольщиками и таким образом отвлекает в том числе материальные ресурсы. Хотя, безусловно, закон дает право участнику долевого строительства требовать неустойку, требовать возмещения убытков. Но и есть, безусловно, крайняя мера – право на отказ от договора участия в долевом строительстве в случае, если задержка превышает два месяца. В этом случае застройщик, помимо неустойки, должен заплатить за проценты, за пользование деньгами участника долевого строительства с того времени, когда они были заплачены, по день, когда они будут реально возвращены конкретному человеку. Ну, рассмотрим приятные варианты. У меня появились деньги, наследство, клад нашла. Мне не нужна больше эта квартира. И я могу от нее отказаться? Что при этом? Мне возвращают деньги полностью, есть какие-то санкции, либо мне их не возвращают. Ну, смотрите, две ситуации. Как правило, в договорах предусматривается возможность отказа от договора, но в этом случае застройщик, безусловно, захочет определенным образом компенсировать свои проблемы, связанные с расторжением этого договора и с повторной регистрацией договора по той же квартире. Таким образом, как правило, у застройщики некий процент от оплаченной стоимости квартиры определяют как штраф за отказ от договора. В этом случае возвращается сумма несколько меньше, и, пожалуйста, вы можете спокойно пользоваться оставшимися деньгами и делать дальше, что вам заблагорассудится. Однако существует другой вариант, чтобы ничего не потерять. Существует такое понятие, как уступка прав по договору. Вы можете либо... Ну, возможно, эта квартира пригодится кому-то из ваших родственников, самый простой вариант. Возможно, вы просто обращаетесь к риэлторам, как вы обращались при поиске этой квартиры, так вы обращаетесь с просьбой подыскать вам покупателя на ваше право, на вашу уже квартиру. Заключается договор уступки права требования при условии, что вы уже оплатили ранее все, что полагалось с вас. Застройщик должен дать согласие. Ну, застройщики никогда не отказывают, потому что это им неинтересно. И договор уступки права требования точно так же сдается на регистрацию в государственный реестр для того, чтобы... Теперь уже новый владелец там был указан в качестве участника долевого строительства, и когда строительство дома будет завершено, уже тот, кому вы уступили свои права, станет собственником этой квартиры. А в договоре уступки права требования вы указываете цену, за которую вы уступаете эти права. Соответственно, эти деньги вам должен заплатить ваш покупатель, тот, кто вместо вас становится участником долевого строительства. Мою квартиру могут продать дважды? Такие случаи бывали? Знаете, вот на сегодняшний день, пока было соинвестирование, пока не было государственной регистрации договоров, такие случаи случались. Такое бывало. На сегодняшний день исключается возможность двойной продажи, потому что каждая квартира в качестве самостоятельного объекта долевого строительства учитывается в Росреестре, и по каждому отдельному объекту проходит регистрация, уступка, все что угодно, совершенно четко отслеживается. Невозможно продать второй раз ту квартиру, по которой уже прошла регистрация в органе, осуществляющем государственную регистрацию права. То есть, а собственником дольщик становится сразу же? Он становится будущим собственником. Собственником человек становится только в тот момент, когда на его имя выписывается свидетельство о праве собственности. До момента завершения строительства он является участником долевого строительства. Это такой специальный статус, который по закону дает ряд прав и налагает ряд обязанностей. Ну, в частности, когда застройщик пришлет уведомление о том, что строительство объекта завершено, в срок, определенный договором, обычно это 7-10 дней, участник долевого строительства обязан явиться и приступить к приемке своего объекта. А в случае уклонения застройщик может оформить в одностороннем порядке даже акт. И в этом случае риск случайной гибели объекта долевого строительства перейдет уже к дольщику. После того, как дом построен, дольщик подписал передаточный акт, принял по акту свою будущую квартиру, уже готовую, он становится владельцем. И с этого дня у него возникает обязанность по оплате за обслуживание своей квартиры управляющей компанией, по несению коммунальных расходов, ну, безусловно, внутри своей квартиры, да, и в соответствующей доле тех коммунальных ресурсов, которые потребляются на общедомовые нужды. И вот уже когда он подаст на регистрацию права собственности все свои документы в Росреестр, через 8 рабочих дней, сейчас по закону очень короткий срок, он получает свидетельство. Тогда он становится уже собственником, и тогда он может уже ее и продать, и сдать в аренду, и отдать в залу. Как работает механизм ипотечного кредитования в схеме долевого строительства? Ну, наверное, принципиальных отличий не так много, да, как бы, собственно, ипотечного кредитования. Весь вопрос заключается в том, что банк со своей стороны тоже проверяет фигуру застройщика, проверяет ее достаточно пристально. Поэтому застройщики стараются, есть такой термин «аккредитация проекта», застройщики стараются аккредитовать свои проекты в банке для того, чтобы банк более охотно и по более интересным ставкам выдавал кредиты, собственно, на приобретение именно у этого застройщика, а не у другого. Ну, в частности, мы свои проекты аккредитуем в Сбербанке, в Абсолютбанке, в ЭТБ-24, Банк Москвы, и, собственно говоря, постоянно расширяем эту палитру, потому что это действительно очень помогает организации продаж. В случае, если будущий участник долевого строительства собирается приобрести квартиру с использованием ипотеки, выбрав квартиру для покупки, он приходит в банк, получает одобрение, подает все документы на кредит, как обычно, и, получив одобрение этого кредита, приходит к застройщику, готовит договор. В договор обязательно включается условие о том, что приобретается квартира с привлечением ипотечных средств, указывается, какой конкретно банк, в какой сумме перечисляет денежные средства на счет застройщика. Потому что в этом случае первоначальный взнос заемщик, он же участник долевого строительства, сам отправляет на счет застройщика, и после этого банк выплачивает причитающуюся в счет выдачи кредита денежную сумму тоже на счет застройщика. То есть согласие банка – это тоже некое подтверждение положительной репутации застройщика. Да, то есть готовность банка выдать ипотечный кредит в некотором смысле является подтверждением положительной репутации застройщика. Можно ли использовать материнский капитал? Да, на сегодняшний день, ну, по крайней мере, наши, все застройщики из нашей группы компаний, ну и вообще, я думаю, сегодня все практически застройщики без проблем принимают средства материнского капитала в оплату. В договоре точно так же указывается, какая сумма вносится за счет средств материнского капитала. Дольщик относит договор в пенсионный фонд, и пенсионный фонд после регистрации точно так же договора перечисляет указанную в нем денежную сумму по реквизитам застройщика. И это работает. И не только материнский капитал, сертификаты военнослужащих, в том числе таким образом принимают многие застройщики, на сегодняшний день застройщики открыты, в принципе, да, к различным способам финансирования, потому что, ну, действительно, ситуация кризисная в стране, и поэтому те меры, которые государство принимает, застройщики с благодарностью используют в своей работе. Может ли покупатель посмотреть свою квартиру до окончания строительства? Вот, к сожалению, это, наверное, главный минус. Посмотреть свою квартиру до окончания строительства невозможно в силу закона, потому что доступ на строящийся объект в силу требований техники безопасности разрешен только строителям. Поэтому можно посмотреть прототип своей квартиры, образец своей квартиры, дизайн-интерьер, подготовленный специалистами своей квартиры, но войти в свою будущую квартиру можно только после того, как дом введен в эксплуатацию и строительство завершено. Жаль, что нельзя посмотреть, но а плюсы? Ну, отсюда, наверное, следует и главный плюс. Поскольку вы не можете посмотреть свою будущую квартиру, вам придется заплатить за нее меньше, чем за квартиру готовую, которую вы могли бы обойти, осмотреть и ощупать своими руками. И именно потому, что это позволяет значительно сэкономить, большое количество людей сегодня ориентируется именно на первичный рынок жилья, на жилье в процессе строительства. Спасибо, Ирина Геннадьевна. Спасибо. Учите с нами жилищную азбуку, будьте грамотны, принимайте правильные решения. Это важно знать. Субтитры подогнал «Симон»